Смотрите, у нас есть первая домашка, и моя первая цель состоит в том, чтобы пройти с вами полный цикл сдачи этой домашки, потому что сдавать ее нужно в специальную систему, которую написал я в 2015 году, и она странненькая, но я ее с тех пор использую, мне как-то так довольно удобно. Так что, в принципе, ничего сложного там нет, просто нужно один раз это сделать, и дальше будет понятно. Смотрите, домашка. Давайте я сразу скажу, что, как я уже писал, чтобы сдавать домашки, нужно зарегистрироваться. Я сейчас еще раз отправлю куда-нибудь, например, в чатик этого Zoom, отправлю ссылку, где нужно регистрироваться. Python.mass.hsa.info Зарегистрируйтесь там, пожалуйста, если вы еще этого не сделали. Значит, если вы это сделали, то вы можете туда залогиниться и увидеть там списочек заданий. Он сейчас состоит из одного элемента. Ну, давайте я покажу, как это выглядит. Значит, вот как так это должно выглядеть. Соответственно, здесь можно кликнуть по кнопочке превью и получить вот такую штуку. Это, собственно говоря, юпитеровский ноутбук, но просто лежащий на сайте. Здесь его редактировать никак нельзя, потому что это просто HTML-страничка. Но если вы хотите сделать домашку, то вы действуете следующим образом. Вы сначала скачиваете этот IPNB файл. Значит, нужно кликнуть. Ну, есть два варианта. Либо просто кликнуть вот сюда, вот по этой ссылке IPNB. Либо вот в этой превьюшке, тут есть сверху кнопочка скачать. Вот она, download notebook. Вот. И вы можете ее скачать. И вот он у меня сейчас скачался. В некоторых ситуациях он может под некоторыми операционными системами или под некоторыми браузерами, я не знаю точно, он может случайно скачать этот файл с неправильным расширением. Значит, он должен скачать файл с расширением IPNB, IPython notebook. Если он его переименует в файл с расширением JSON, это такое возможно. В таком случае его надо вручную переименовать в файл с расширением IPNB. После того, как вы это сделали, вы можете открыть этот файл в Юпитере. И, видимо, самый простой способ это сделать примерно такой. Значит, вот я сейчас запущу Юпитер у себя. Значит, вот у меня открылся Юпитер. И я могу здесь, как бы он работает, на самом деле, на вашем локальном компьютере, он работает в каком-то каталоге. Можно проверить в каком, но сейчас нам не очень это важно. Можно просто сделать такую штуку. Можно загрузить сюда файл, upload. Значит, вот я загружаю сюда файл с первой домашки, которую я перед этим скачал с сайтом. Нажимаю кнопку upload. И все. У меня теперь этот файл есть в моей папке, в которой я сейчас работаю, спод Юпитера, где бы она ни находилась. И я могу его открыть. Ну, вот здесь теперь видно, что это обычный юпитеровский ноутбук. Значит, здесь есть некоторые тонкости, особенности работы этой системы. По крайней мере, на первых порах у нас здесь будет вот такая вот магическая ячейка специальная, которую нужно запускать всякий раз, когда вы начинаете работать с этим заданием. Значит, если вы в какой-то момент перезагружаете ядро, Python все забывает, поэтому ее нужно запускать еще раз. И если вы в какой-то момент видите сообщение об ошибке, что тестер не найден, что-то такое, то это означает, что вы забыли запустить эту ячейку. После этого здесь, как видите, есть несколько задач, и каждую задочку нужно решить, и нужно вписать свой код вот сюда вот. Значит, заметьте, что у меня здесь вот эта строчка, она идет с отступом относительно исходного, как бы относительно стандартного уровня. И этот отступ нужно сохранять. То есть, если вы здесь пишете какой-то код, то тут нужно, скажем, я написал какой-то код. Вот. Значит, мне все эти строчки должны идти с тем же самым отступом. Ну, на самом деле, вам будет трудно сделать что-то по-другому, потому что Юпитер автоматически этот отступ будет сохранять. Вот. А вот вы так написали, он выведет вам два раза напечатанный X, да? Ну, да, я написал, конечно, неправильное решение задачи, потому что я не хочу так сходу подсказывать. Вот. Но я просто показал, как, значит, как этот код сюда вносится. Ну, вот видно, что если я эту штуку запускаю, то оно срабатывает, ну, не так, как должно, а так, как написано. Есть известная шутка о том, что компьютеры делают то, что вы мне сказали, а не то, что вы от них хотите. Вот. И здесь как раз ровно такая история. И... Ну, видно, что все работает. После того, как вы написали здесь свое решение, вы можете запустить следующую ячейку. Здесь одна или несколько ячейков. И ячеек, которые содержат тесты. Соответственно, тест может сделать одно из двух. Он может либо, значит, выдать вам какое-то сообщение об ошибке, например, вот такое-то assertion, или какое-то другое сообщение об ошибке. Это означает, что тест не пройден, значит, что где-то у вас в решении какая-то ошибка. И тут, как бы, это однозначно утверждение. Если тест не проходит, значит, ошибка точно есть. Это может быть какая-нибудь очень мелкая ошибка, вы можете где-то не в том месте пробел поставить, или еще что-нибудь в этом роде. Но, значит, гарантированно, задача, которая не принимается автоматическим тестом, не будет засчитана. Даже если там почти правильное решение. Значит, здесь не бывает почти правильных решений. Если тест не проходится, значит, задача не засчитывается. Значит, тут на самом деле видно, действительно, какие входные данные, какие выходные данные. Но, понятно, что теоретически можно попробовать обмануть тестер и написать программу, которая просто вот конкретно на этих входных данных будет выдавать конкретно эти выходные данные, а на самом деле решать задачу не будет. Вот. Но, значит, я прошу вас так не делать, и любые такие манипуляции с тестами будут рассматриваться как нарушение академической этики. Значит, мы будем просматривать ваши решения, мы будем просматривать их на предмет плагиата, на предмет каких-то вот таких попыток манипулирования тестами, на предмет каких-нибудь... Ну, например, в некоторых задачах есть какие-то ограничения, которые я не могу проверить автоматически, скажем, сказано, что нельзя использовать цикл. Соответственно, мы будем глазками смотреть, не нарушено ли это ограничение. Извините, я могу сразу спросить по поводу одной задачи, как раз про такие ограничения. Задача про время сказана, что нельзя использовать форматирование строки. А обрезать строку — это форматирование? Ну, например, я буду брать только какую-то часть строки. Это называется форматирование строки? Да, нельзя. Так нельзя. Тоже нельзя, да. Грустненько. Ладно, спасибо больше. Значит, задачки 6 и 7 в этой домашке немножко носят такой головоломный характер. Я не то чтобы очень люблю такие задачки, скорее, не люблю. Но просто мне хотелось на первую домашку дать хоть каких-то содержательных задачек, а поскольку мы еще почти ничего не прошли, сделать задачки содержательные по смыслу было довольно сложно. Поэтому я взял вот эти две задачки, на которые наложены некоторые искусственные ограничения. Забавно то, что эти ограничения можно, даже с этими ограничениями, эти задачки можно решить, но при этом задачка превращается в некоторую головоломку. Ну, вот просто потому что трудно придумывать содержательные задачи, имея очень маленький объем информации, которую мы обсудили. Вот. Да, так что, значит, не пытайтесь обмануть тестовую систему, потому что тестовую систему, может быть, вы обманете, а, значит, все равно мы вместе с ассистентами будем все это просматривать еще раз глазками. Вот. Значит, надо сказать, что в некоторых ситуациях может быть такое, что у вас программа проходит тест, но при этом является неправильный, ну, так сказать, не злонамеренно неправильный, а просто, ну, вот действительно, там у меня тест недостаточно полный, не учитывает какие-то случаи, которые, по идее, должны бы учитываться. Такое, в принципе, возможно, но в этой ситуации вам нужно, ну, как бы, если это какой-то действительно хитрый случай, то, значит, может быть и не страшный, но если это какой-то очевидный случай, то в этом случае вам нужно сообщить мне, что чей-то у вас тест, значит, не обрабатывает вот такую ситуацию, которая он вроде как и должен обрабатывать. Ну, грубо говоря, представьте себе, что у меня есть задача, которая... В задаче сказано, что вам нужно реализовать функцию модуль, но в тесте написано только положительные числа. Ну, понятно, что если это будет так, то такой тест не очень содержательный, и вы можете написать, значит, программу, которая будет вести себя неправильно, но при этом тест проходить. Но в этом случае вам нужно сказать мне, что у меня тест кривой. Да, значит, у этих домашек есть такие... Вообще, у этих домашек есть такие свойства, поскольку у нас разный уровень у разных студентов исходно, и мне бы хотелось бы, чтобы курс был интересен для всех, ну, насколько это возможно сделать. И я делаю такую отсечку по количеству баллов, которые можно набрать за домашнюю работу. Значит, вот за эту домашнюю работу можно набрать максимум 9 баллов, хотя на самом деле здесь... Сейчас как-то... На самом деле максимум побольше. Сейчас я дальше посмотрю, какой. Нет, не вижу этого. Значит, в общем, реальный максимум тут 16 баллов, набрать максимум можно 9. Если вы набираете больше, то, значит, ну, и хорошо, вы дополнительно потренировались. Вот, если вы набрали столько, сколько надо набрать, ну, тоже хорошо. Ну, да, теоретически за 5, 6, 7, может быть, и можно набрать максимальный балл. Хотя странно, если здесь их 16, наверное, я с 9 баллами погорячился. Может быть, я тут поправлю все-таки максимальное количество баллов, сделаю чуть побольше. Вот. В общем, короче говоря, идея состоит в том, что здесь есть простые задачи, есть сложные задачи. И идея вот этого ограничения, значит, на максимум по количеству баллов, которые можно, значит, которые нужно набрать, он состоит в том, что вы можете, грубо говоря, решать либо простые задачи, либо сложные задачи, какие вам больше нравятся. И вам не обязательно делать все. Допустим, вы можете решить только все сложные задачи. Значит, смотрите, все дедлайны, так сказать, авторитетным источником информации про дедлайны является тот самый сайт PythonMask.info. В нем про каждую домашку написано, какой у него дедлайн. И, значит, это правильное место, куда нужно смотреть за дедлайнами. Вот. И я думаю, что, как правило, у нас домашки будут на одну неделю или одну неделю плюс один день. И я постараюсь давать их регулярно каждую неделю. Вот. Да, так вот, возвращаясь к нашей истории. Значит, допустим, я решил какую-то сдачу. Вот у меня проходится тест. И я хочу теперь эту домашку сдать. Что мне для этого нужно сделать? Для этого нужно сделать такую вещь. Файл Download as IPNB ноутбук. Вот этот пункт выбрать. Значит, скачать этот ноутбук как IPNB файл. И после этого назад загрузить в эту же самую систему. Вот здесь есть возможность загрузить работу. Вот. Вы ее просто загружаете. И нажимаете Go. Значит, дальше эта штука потихонечку ее проверяет. Она просто проверяет ее очень просто. Она просто запускает сверху вниз все ячейки. И дальше смотрит на тестовые ячейки. Смотрит, завершились они с ошибкой или нет. Соответственно, дальше вы можете посмотреть на результаты проверки. Ну, вот здесь видно, что мне поставили ноль очков, потому что у меня не решена правильно ни одна задача. Значит, он будет ругаться здесь вот на вот эту штуку. На это не обращайте внимания. Это некоторая особенность тестирующей системы. Тесты используются те же. Может быть, я в какой-то момент добавлю каких-нибудь тестов закрытых. Но в целом сейчас, поскольку у нас не соревновательная история, а обучательная, мне кажется, что полезно, когда вы реально видите, на каких тест-кейсах ломается ваша программа. И можете таким образом ее отладить. Вот. Поэтому я использую сейчас те же тесты, которые у вас есть в документе. Соответственно, ну и, собственно говоря, все. А, да, вот еще важное замечание. Смотрите. Значит, вы можете загружать работу сколько хотите раз. Учитываться будет последняя загруженная работа. Но после дедлайна работы не принимаются. Просто тестовая система отключит вам возможность эти работы загружать. И в целом никаких штрафов не предусмотрено. То есть реально, если вы опаздываете там на одну секунду, тестовая система закрылась, работа не принимается. И если вы до этого никакие другие версии этой работы не загружали, то вы получите за эту работу ноль баллов. Значит, но это означает, что чтобы подстраховаться, если вы, допустим, сделали полдомашки, вы можете эту полдомашки, я не знаю, за день до дедлайна или за три часа до дедлайна загрузить в систему. И таким образом вы точно знаете, что не возникнет ситуация, что в последние секунды у вас бегнет свет, перезагрузится ноутбук, зависнет все, и вы не успеете. Сдать работу. Значит, сдавайте работы по частям, просто, ну, как бы таким, как это называется, накапливающимся итогом. Значит, вписываете решения тех задач, которые у вас есть, загружаете. Решили еще сколько-то, записали в тот же самый документ, еще каких-то решений, еще загружаете и так далее. Да, смотрите, значит, еще один комментарий. Очень важно, что вы делаете решения, что вы сдаете решения, которые внесены ровно в тот ноутбук, который был загружен из этой же самой системы. То есть вы, конечно, можете создать другой ноутбук и работать в нем, в ходе, пока вы пытаетесь написать свой алгоритм, свое решение задачи. Но в конечном итоге сдаваться должно именно, значит, сдаваться должен тот ноутбук, который был изначально, в который просто вписаны решения в соответствующие места. Извините, пожалуйста, а вы, когда нажимали результаты проверки, там показывалось в каждой задаче, если я не ошибаюсь, один балл. Вы поменяете там вес? Или нет? А, нет, я ошибаюсь, да, извините. Нет, здесь есть… То есть я иногда, конечно, ошибаюсь, но нет, здесь вроде бы веса правильная. Хорошо, спасибо. Я вот насчет вот этих девяти баллов сейчас засомневался. Мне кажется, что эти девять баллов нужно увеличить. И я это, наверное, поправлю, еще про это напишу отдельно. Вот. Побольше надо сделать все-таки. Вот. Но эти вроде бы баллы такие, какие есть. Я иногда могу забывать, в этом случае поправляйте меня. Вот. Ну, вот так вот. Так все это работает. Смотрите, значит, давайте мы сделаем вот, что я хочу, чтобы сейчас вот буквально ровно все загрузили, решили, допустим, первую задачу и сдали ее. То есть я хочу, чтобы буквально у всех, кто меня сейчас слышит, была сдана первая задача, чтобы мы с вами полностью прошли весь этот цикл и решили все проблемы, которые здесь могут возникнуть. Хорошо, давайте я даю какое-то время, скажем, минуту. Надеюсь на то, что вы все это сделали. И вперед. Извините, я только что скачала в том формате, в котором вы говорили, а у меня сохранилось в формате JSON. Да, нужно переименовать ручками, просто заменить расширение, вместо JSON написать IPN. Окей, это типа все будет работать хорошо. Ну, на самом деле, JSON, мы с вами будем его обсуждать, это некоторый такой метаформат, такой способ описания вообще структурированных данных. IPNB – это некоторый конкретный формат файла, конкретно вот iPad-новских ноутбуков. Поэтому, конечно, правда, что… Ой, у меня даже смыслнее. Что что? Я только что начала переименовывать, у меня IPNB.json. Просто удаляю JSON. Вот удалите JSON, да, удалите JSON. Окей, спасибо. Как бы формально правильное утверждение, что он является и IPNB, и JSON. Но для того, чтобы все работало, нам нужно, чтобы он имел расширение JSON. Спасибо. Если вы сдали первую задачу, и система вам ее засчитала, можете сдавать вторую задачу, третью и так далее до конца домашки. Ну, я не собираюсь, конечно, тратить все сегодняшнее занятие на сдачу домашки, но, по крайней мере, я хочу, чтобы все сдали первую задачу. Если есть вопросы по первой задаче, если у вас вы пытаетесь ее сделать, и что-то не получается, то, опять же, пишите мне, и я сейчас буду вам помогать. Скачивать файл нужно через кнопочку вверху экрана, да? Смотрите, два способа скачать файл. Первый способ – это кликнуть по вот этой ссылочке IPNB, а второй способ, если вы уже находитесь здесь в превью, кликнуть вот сюда. Спасибо. Так, сейчас мне понадобится планшет. Куда я делал свой планшет? А, вот я нашел свой планшет. Я буду смотреть, как вы сдаете. Такой вопрос. А если мы проверяем какую-то задачу, и он просто переключается на следующую ячейку тест? Это все хорошо, да. Значит, смотрите, если тест не ругается, то, значит, тест пройден. То есть, если он не выдает никаких сообщений об ошибке. В некоторых тестах я дописывал какие-то ободряющие слова, но не во всех. Иногда он просто… Иногда тесты молчаливые, и они просто говорят, а, ну, нет ошибок, и хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 тот документ, который вы загрузили из системы. Вот у меня возникла проблема. Я из Юпитера загружаю то, что я сделала. У меня тоже загружается с расширением JSON. Я пытаюсь его убрать, но все равно мой компьютер при загрузке на ваш сайт видит, что это расширение JSON. Оно никуда не девается. Приводит ли это к каким-то… Сейчас, при загрузке куда? Именно в Python.Mathos.info? Да. И приводит ли это к каким-то проблемам? Сейчас попробую. Так, значит, давайте я… Ну, то есть я удаляю расширение, но муталон такой и остается. Ну, давайте посмотрим, приводит ли это к там к каким-то проблемам. Главное, чтобы вы могли открыть этот файл у себя в Юпитере. Если он открывается, то все в порядке, мне кажется. Да, все хорошо. Ну и отлично. Так. Смотрите, значит, вам нужно загружать в качестве решения, вам нужно загружать тот файл, который был изначально вам искачан из этой же самой системы. А его же можно переименовывать? Переименовывать можно, да. Можем вопрос? Масс именно должно вывести на минус 1, минус 5, 100, 100, минус 6, не 94. Я пока не понял вопрос. Сейчас, смотри, значит, есть тест. Он каким-то образом, там есть некоторая магия, с помощью которой он запускает вашу программу и скармливает ей вот то, что, вот те данные, которые тут написаны. Но вам нужно следовать, так сказать, не столько тесту, сколько вот этим примером. То есть в данном случае здесь написано, что программа должна последовательно запрашивать три целых числа. То есть вы ввели одно число, нажали Enter, ввели другое число, нажали Enter, ввели третье число, нажали Enter. Числа могут быть, в принципе, какими угодно. Мне просто именно по третьему блоку в тест дейта, то есть там описано 100 минус 6 в результате. Насколько я понимаю, он должен вывести 100 минус 6, а не 94. Нет, 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 нет. Он должен вывести столько, сколько он должен вывести правильно. Он не должен вывести 100 минус 6. Мне было лень считать, сколько это будет, и я написал в таком виде в тесте. Хорошо, спасибо. Простите, пожалуйста, я что-то не догоняю. Когда надо этот тест дата писать? Вот я скопировала DevSum3, туда вставила код. Потом, если я нажимаю Shift-Enter, он мне просит числа ввести. А тест дата как мне написать? Да, правильно. Значит, ну вот смотрите, сейчас. Значит, он вас просит ввести числа. Это ровно то, что вам нужно. То есть он должен просто ввести… Это просто пример, в котором сказано, что когда вы запускаете вашу программу и набираете последовательно один, потом два, потом три, каждый раз заканчивая Enter, то ваша программа, когда она выполнится, должна вывести число 6. Вот и все. Так что… А вот тест дата, который ниже написан, это для чего? Нет, это внутренность этого теста, который у нас используется, но вам не нужно понимать, как он работает. А когда его надо вводить? Или его вообще не надо трогать? Вам вообще не нужно его трогать. Вам нужно вот здесь написать ту функцию, которая будет корректно работать. После этого вы запустите эту ячейку, она сделает все, что нужно. Вот, как ее запустить, если у меня… ну как, я когда предыдущую ячейку запускаю, где мой код, он уже спрашивает цифры, буквки. Да, введите какие угодно там числа, после этого ваш ячейка отработает, после этого запускаете следующий ячейк. А, все, понятно. Так, еще один глупый вопрос. Что должно произойти, когда я запустила эту ячейку тест-дата? Еще раз. Что должно произойти, когда я тестовую ячейку запустила? В идеале, либо должно произойти ничего, либо теоретически может появиться какое-нибудь ободряющее сообщение, типа «хорошо, молодец». Когда я в Юпитере это делаю. Да, 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 когда в Юпитере. Но, как бы, если там нет никаких ошибок, то это значит, что уже все хорошо. Да, хорошо, спасибо. Если у вас возникает какая-то ошибка, присылайте, пожалуйста, мне сразу скриншот, где видна ваша программа и ошибка. Михаил, вот посмотрите на мое решение, вот оно как так должно выглядеть. Вот эту строчку и эту строчку я вообще не трогаю, а все мое решение написано вот тут. Так, табличка с ведомостью потихоньку пополняется. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, давайте, если есть еще проблемы, давайте расскажите мне про них, я буду помогать. А можно спросить? Вот я выдала name error. Проверьте, что вы запустили вот эту вот ячейку. Если она жалуется, например, на отсутствие тестера, вы не выполнили вот эту ячейку. Лев Валерьевич, у меня вот скорее технический вопрос. Я решил задачу и пытаюсь сохранить файл на компьютер, и он меня просит указывать полный путь. Как это вот можно сделать? Потому что я что-то подзабыл. Сейчас не совсем понимаю, что вы делаете. Вот смотрите, обычно я из Юпитера, я сохраняю файл. Во-первых, он уже сохранен, на самом деле, на вашем компьютере, но если вы хотите просто его, чтобы было понятно, где он находится, то вот вы можете сделать вот такую вещь. Download S, notebook, и он сохранится туда, куда у вас обычно файлы сохраняются, загруженные из интернета. Или вы что-то другое пытаетесь сделать? Или вы пытаетесь сделать вот такой с AWS? Вот я пытался его сделать. Да, я понял. Я понял. Нужно сделать не с AWS, а вот такой download. Хорошо. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, давайте еще минуты три... И, наверное, будем продолжать потихоньку... Продолжение следует... Продолжение следует... По поводу отступов, кстати, обратите внимание, что Юпитер умеет делать такую штуку. Если вы выделяете какой-то кусочек текста, вы можете с помощью кнопки Tab или Shift-Tab увеличивать или уменьшать отступ. Видите, я сдвигаю вправо-влево. И это очень удобно. Продолжение следует... Продолжение следует... Вам нужно, чтобы этот код был бы вписан в тот ноутбук, который вы скачали. Продолжение следует... После этого вы делаете такую штуку файл... Download S... Ноутбук IPNB... Он у вас сохраняется туда же, куда у вас... Сохраняются все остальные файлы... И дальше вы можете его загрузить в систему. Просто... Да, окей, хорошо. Спасибо. Угу. 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 Продолжение следует... 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 шестой по счету элемент да значит в разных языках программирования это штука устроена по-разному в питание нумерация элементов списках начинается с нуля вот этот элемент элемент с номером 0 с индексом 0 давайте я явно их тут пронумерую чтобы было видно значит видно что когда мы выбрали элемент с индексом 5 мы получили вот эту вот троечку почему нумерация с нуля это отдельная история если говорить коротко то оказывается что так удобнее это звучит очень странно но это правда удобнее когда элементы нумеруются с нуля значит поэтому если я хочу первый элемент то я просто пишу майлист от нуля значит элементы можно таким образом получать и их можно модифицировать то есть можно сделать такую штуку майлист допустим от единицы я могу в майлист от единицы записать новое значение скажем 100 и теперь если я посмотрю в майлист видно что здесь на втором месте раньше было написано четверка теперь написано теперь написано 100 списки таким образом изменяемый тип данных бывают еще не изменяемые типы данных мы про это еще поговорим попозже вот ну давайте посмотрим чего еще можно делать со списками значит можно брать какие-то элементы можно их перезаписывать ну давайте допустим что я хочу получить длину списка это можно сделать помощью функции лэн длина списка это просто количество элементов в этом списке вот у меня здесь 7 элементов 1 2 3 4 5 6 7 вопрос на засыпку какой как как называется индекс каков индекс последнего элемента в списке минус 1 ну это конечно правда это вы знали значит если не знать как 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 определить индекс последнего элемента в списке лэн минус 1 да значит нам нужно взять длину поскольку нумерация с нуля если у нас было например 7 элементов в списке то индекс последнего на единичку меньше чем длина вот ну и в питоне мне неудачно получилось что мне первый последний элемент совпадает давайте есть какое-то другое число напишу чтобы было видно что действительно последний элемент ну и в питоне есть такой способ быстро обращаться к элементам начиная с конца вы можете писать минус 1 это означает последний элемент списка минус 2 это означает предпоследний элемент списка и так далее вот значит помимо того что можно брать отдельные элементы можно еще выбирать какие-то кусочки списка вот если что у вас есть большой список а вы хотите взять только какой-то его кусочек допустим я хочу взять элементы ну допустим у меня есть вот такой список я хочу взять вот эти вот получить вот эти три элемента значит в питоне есть специальный синтаксис которая позволяет это делать это называется срезами или слайс и делается за так значит вот допустим если я хочу вот эти три элемента первый элемент имеет индекс 1 я пишу здесь единицу последний элемент имеет индекс значит 0 1 2 3 3 но я пишу здесь не тройку я буду писать элемент со следующим индексом четверку буду писать получается вот такая штука значит первый элемент включается последний не включается почему это так но опять же оказывается что так удобнее например если у вас выполняется это соглашение очень легко понять сколько элементов в таком среде достаточно просто из конца вычесть начала если бы правый конец тоже включался то тогда нужно было еще прибавлять единицу и всегда с этим возникает путаница вот значит эта штука называется срезом срезы бывают разные можно например сделать такой срез это значит от элемента с индексом 2 и до конца списка можно сделать наоборот какой-нибудь вот такой срез скажем это означает до элемента с индексом 4 не включая элемент с индексом 4 опять же легко понять сколько будет элементов в таком срезе поскольку мы индекс 4 не включаем а номера начинается с нуля у нас перед этим будут индексы 0 1 2 3 и соответственно их будет как раз 4 штуки тут все довольно четко и логично вот значит это бывает полезно потому что иногда вы хотите от списка откусить какой-то кусочек выкинуть начало и еще что-то в этом роде вот и полезно пользоваться такими срезами значит что еще нужно сказать про списке со списка можно делать разные операции например допустим не есть список first и есть список секонд есть операция плюсик как вы думаете что она сделает но она создает новый массив и склеит их да она конкатенирует два списка значит у нас таким образом получается новый список который представляет собой конкатенацию предыдущих самим из списка с самими списками first и second при этом ничего не происходит значит я здесь рассказывал что можно модифицировать содержимое списка видите можно менять элементы которые лежат в данном месте но что делать если у меня был какой-то список я хочу к нему добавить элемент но теоретически можно использовать вот такую штуку но это не очень эффективно а правильный способ такой значит вот у меня есть какой-то список и если я хочу в него дописать в конец какой-то элемент для этого есть функция которая называется append ну вот допустим как-нибудь так смотрите тут на самом деле это некоторая новая некоторая новая история потому что до сих пор у нас такого не было чтобы у нас был какой-то объект и мы ставили точку и писали что с этим объектом сделать значит вот эта штука append называется методом списка это такая функция которую можно применять к спискам которые что-то с этими списками делают и не только со списками у разных других питоновских объектов есть разные методы в частности можно посмотреть список всех методов которые которые и есть у данного объекта таким образом вы можете написать название этого объекта поставить точку потом нажать кнопку tab вот видно что у списка не очень много методов ну вот они здесь есть вот append один из них что сделал append казалось бы что вот эту строчку ничего не вернула вроде бы ничего не произошло но на самом деле если теперь посмотрю в мой список то видно что здесь добавился новый элемент а что делать если вам нужно добавить несколько элементов ну тогда можно несколько раз вызвать функция append но часто бывает полезнее сделать такую вещь значит есть функция которая называется extend и она на вход получает список который дописывается в конец в конец списка my list ну вот того списка которому 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 мы эту операцию применяем видно что вот это вот применение точки оно говорит что вам нужно применить вот это действие к вот этому объекту в остальном эти штуки ведут себя как обычные функции и в случае со списками такие действия меняют тот список который у нас был заметьте что у нас вот эта штука она ничего не возвращает например если попробую сделать такую штуку как вы думаете что будет лежать после этого в нее лист только appendix весь my лист плюс еще одно число ну вот оказывается что нет смотрите вот этот метод append он сам по себе ничего не возвращает он модифицирует тот список который у нас есть но его значение результат выполнения операции но ничего не ничего не ничего не возвращает значит на самом деле если теперь посмотрю что находится в этом не юлист то я увижу что там находится некая штука которая называется нам это такой специальный питоновский объект который означает ничего значит вот эта операция возвращает ничего мы на самом деле с этим сейчас будем некоторое время бороться потому что в питоне есть разные типы операций одни операции что-то возвращают а другие операции делают какие-то изменения но сами по себе ничего не возвращают и это вызывает некоторую путаницу и постоянно с этими проблемами но ничего мы через это пройдем и это преодолею вот хорошо давайте я покажу еще несколько штук да то есть можно добавлять объекты другого типа прекрасный вопрос задает илья да можно значит списки в питоне являются такими гетерогенными структурами они прекрасным образом могут хранить внутри себя объекты разных типов вот пример списка который хранит в себе число строкой и вещественное число число с помощью точкой вот давайте поговорим немножко про списки и строки смотрите давайте пусть у меня есть какая-нибудь строка вот такая и и дальше распространенная операция это когда у вас есть строка и вы хотите ее каким-то образом разбить на кусочки и сделать список из этих кусочков и делается это так значит у строк тоже есть свои методы и в частности у строки есть метод сплит смотрите как он работает значит метод сплит он берет строку и разбивает ее на если если вы просто запускаете метод сплит без каких бы то ни было аргументов он ее просто разбивает грубо говоря на слова точнее он ее разбивает по пробелам или сериям пробелов на самом деле если бы даже я здесь написал бы несколько пробелов то все равно сплит бы сработал бы точно так же вот значит тут следующее важное замечание смотрите самой строкой s ничего не произошло когда я сделал вот такую штуку s.split сама строка s какой была такая осталась вообще строки строки в питоне является неизменяемым типом данных вы не можете взять строку и как бы поменять ее внутри себя вы можете ее как-то как бы преобразовать и получить новую строку но сам себе строка неизменяемый тип данных если вы хотите использовать результат вот этого распишивания если вы хотите использовать этот список который кстати получился вам нужно это сделать явно например вы можете взять и сделать как-нибудь вот так скажем вы говорите что у вас новая переменная words которая является результатом разделения строки s по пробелам и тогда words имеет тип список лист кстати обратите внимание что слово лист это название типа поэтому лучше не называть списке вот просто вот так вот лучше не делать потому что вам может понадобиться вот этот самый лист как функции как тип данных поэтому видите я называл списки как угодно только не листом май лист что угодно вот в общем короче говоря вот такая штука это теперь уже честный список который состоит из строчек сплит можно вызывать вот так как я сделал да обратите внимание что для того чтобы вызвать метод обязательно нужно после этого метода написать круглые скобки если этот метод без аргументов как вот этот сплит то круглые скобки просто пустые бывает что у метода есть аргумент например вы можете использовать метод сплит и передать ему аргумент а именно разделитель по которому вам нужно разделять строчку например я хочу разделить строчку на две части используя в качестве разделителя высказательный знак ну вот пожалуйста я получил теперь список который состоит из двух элементов все что до высказательного знака все что после высказательного знака вот если вы напишите просто вот так то ничего не будет работать потому что вы не вызвали эту функцию ну а собственно говоря мы уже с таким сталкивались когда мы сталкивались там с какой-то функцией input возможно я уже делал такую штуку показывал что вот нужно обязательно написать скобки даже если вы никакого аргумента здесь не передаете дело в том что для питона это единственный способ понять что вы хотите именно запустить эту штуку потому что вы можете ее не запустить а сделать с ней что-то другое мы позже поговорим про такие вещи ну вот если я хочу если я хочу таки запустить то я должен сделать написать пустые скобки вот значит это первая история про строки и списки а вторая история это наоборот представьте себе что у меня есть список который состоит из слов как-нибудь так и теперь я хочу склеить эти строчки и сделать из них одну длинную строчку значит для этого я могу использовать метод join и у него довольно смешной синтаксис значит я пишу сначала ту строчку которая будет разделителем например я хочу разделить с помощью запятой и пробелы потом я ставлю точку и вот к этому объекту видите не обязательно писать название переменной можно прям сразу создать тот объект который я хочу к которому я хочу применить метод и дальше вот к этой строчке я применяю метод join и ему передаю в качестве аргумента тот список который я хочу с join ну вот пожалуйста он у меня склеил эти три строчки запятой и вернул мне новую строку опять же обратите внимание что при этом самим списком ничего не произошло поэтому если я хочу использовать этот результат то мне нужно примерно сохранить его в виде переменной ну или прям сразу использовать что-то с ним сделать еще вот значит разделителем может быть все что угодно любая строка может быть разделителем допустим или например пустая строка когда у вас открылась кавычка и тут же закрылась можно вопрос а как создать например строку с если у нас изначально записаны какие-то целые числа да и для этого есть для этого есть вот такая вот штука то есть например если у меня x равняется 12 а я хочу строку которая содержит символы 1 2 то я могу сделать вот так нет я имел ввиду по типу join только из листа с а я понял но это означает что вам нужно будет сконвертировать если у вас есть лист если у вас вот вы хотите сделать вот такую штуку значит и join в этом случае ругается потому что он говорит что здесь должны быть строчки а здесь не строчки а какие-то другие данные значит на самом деле но давайте раз вопрос возник я забегу вперед можно сделать например вот так значит функция map применяет функцию стр к всем элементам вот этого списка и создает из них новый список то есть вот эта штука это все равно что значит вот это это то же самое что вот так грубо говоря это не совсем правда но для наших целей это так вот есть еще один синтаксис мы с ним тоже чуть попозже познакомимся вот еще раз спустите что это сделалось вот map что делает вот здесь ну смотрите значит здесь я сделал следующую штуку я хотел соединить вот эти вот числа соедините их запятыми ну или давайте может быть для интереса пусть будет не запятые а какие-нибудь другие символы скажем вот два минусика но если я просто пытался сделать это с помощью вот такой штуки то у меня ничего не получалось потому что join умеет склеивать строки точнее как бы да умеет склеивать строки а числа это не строки и поэтому я написал здесь вот эту функцию map и функция map позволяет применить вот эту функцию ко всем элементам вот этого списка значит ну вот когда я написал вот такую вот штуку это все равно что я бы написал стр от единицы стр от двойки стр от тройки обнил бы все это в список значит если мы назвали этот объект 1 2 3 как-нибудь то потом написали ну да то же самое вот допустим вот смотрите допустим у меня есть numbers 1 2 3 давайте я сделаю так то есть я применил стр ко всем элементам списка numbers создал из них новый список и дальше к тому что получилось я уже применил join спасибо вот но значит на эту тему не стоит сейчас слишком сильно заморачиваться если понятно как это работает хорошо если непонятно не страшно обсудим когда дойдем до этого более подробно вот хорошо давайте посмотрим давайте посмотрим какие еще есть методы у списков значит смотрите вот я знаю чего я хочу вам сказать со списками есть вообще очень веселая история вот давайте я сейчас сделаю какую-нибудь такую штуку допустим вот так помните мы в прошлый раз когда с числами Fibonacci разбирались мы выяснили что если я хочу чтобы значение какой-то переменной сохранилось я могу его как бы сохранить в другую переменную дайте попробую сделать что-то похожее со списками давайте давайте вот так сделаем смотрите у меня был список my list дальше я попробовал сохранить этот список в виде новой переменной new list а потом я его модифицировал добавил число 100 давайте посмотрим что будет значит в списке my list как ожидалось добавилось число 100 вопрос а что будет в списке new list бывший my list ну там не будет сотни а вот будет посмотрите на это и проникнитесь неожиданностью того что сейчас происходит значит казалось бы вот эта строчка должна была сохранить в переменную new list содержимое вот этого списка вот в этом состоянии но по идее вот эта команда не должна была бы никак повлиять на содержимое вот этой переменной потому что она идет позже чем это присваивание сделано казалось бы ну вот по крайней мере когда мы делаем просто работаем с числами допустим у меня есть какая-нибудь вот такая штука вот здесь это работает а вот тут почему-то нет да передается ссылка значит на самом деле это некоторые очень хитрая история про то как питон вообще что такое с точки зрения питона список и что такое что означает что некоторая переменная хранит список тут проще всего сделать вот что есть такой замечательный сайт python tutor .com это такой визуальный отладчик для для питона они похоже остались на питоне 3.6 что печально ну ладно значит смотрите давайте я сейчас запущу этот код под этим самым отладчиком значит вы тоже можете это сделать давайте я напишу в чатик ссылку значит эта штука умеет выполнять код по отдельным отдельным строчкам и давайте посмотрим что здесь происходит дело в том что в питоне есть разные понятия понятия переменные понятия объекта есть как бы некоторое пространство в котором живут объекты вот когда вы создаете допустим список он начинает жить вот когда я просто написал вот вот эту вот штуку вот как как выполнять допустим вот эта первая строчка ну сначала вычисляется значение вот этой правой части то есть это означает что создается некоторый список он создается в пространстве объекта и в принципе он там может жить в этом пространстве объектов просто сам по себе теоретически дальше после этого выполняется этот оператор присваивания который говорит что на этот список как бы у этого списка будет некоторое имя и это имя это как раз название этой переменной Но здесь это визуализируется так, что создается ссылка от переменной MyList, такая стрелочка, в пространство объектов, в которой стрелочка указывает на конкретный список. Как вы думаете, что произойдет на следующей строчке? Когда я делаю вот это присваивание, происходит следующее. Никакого нового списка не создается. Здесь, вот в этой строчке, нет никакой команды, которая бы создавала новый список. Эта строчка просто говорит, что переменная NewList должна указывать на тот же объект, на который указывает переменная MyList. Что, собственно говоря, и происходит. Ну и дальше, в общем-то, неудивительно, что когда я говорю MyList.append, это просто означает, что я обращаюсь к вот этому списку, используя вот это имя, но модифицируется вот этот объект, он один, у него просто есть два разных имени. И, естественно, когда я обращаюсь по этому другому имени, я получаю точно такой же модифицированный объект. Просто никакого другого объекта не существует. И это, я бы сказал, это такой момент в питоне, ну и в других языках программирования, у которых есть изменяемые объекты. Но это такой момент довольно хитрый. И я попадаю в ловушки, связанные с вот этим, вот до сих пор, с периодичностью примерно раз в пару месяцев. В какие-то моменты выясняется, что я модифицирую не тот объект, который я хотел, чтобы был модифицирован. Вот. А как будет происходить, даже если мы разными строчками будем запускать? Даже если что? На 73 строчке. Даже если что? Даже если мы в разных строчках. Да, да, да. В смысле в разных ячейках. Вы это имеете в виду? Да. Да, да, да. Вот. Тут может возникнуть вопрос. Ну хорошо, а что же тогда делать, чтобы такого не было? Да. Значит, дело в том, что нам нужно в явной форме сказать, что мы хотим не просто присвоить переменной newList то же самое значение, которое имела переменная myList, потому что присвоится просто та же самая ссылка на тот же самый список. А нам нужно в явной форме сказать, что мы хотим создать новый список, который будет иметь те же самые элементы, которые имел старый список. Это можно делать по-разному, но, кажется, самый канонический способ сейчас – это использовать метод копии. Метод копии возвращает копию того объекта, к которому он применен. Давайте посмотрим, как это работает. Ну вот, видите, теперь сработало как надо. Можно проверить, что это действительно работает. Вот у меня появился исходный мой список. И вот у меня создалась его копия, и в переменную newList была помещена копия. Мы разве не получим то же самое, если вместо второй и третий строк написать строку newList равно myList append 100. И тогда newList будет 1, 2, 3, 100. Мы не получим. Смотрите, значит, myList append 100 ничего не возвращает. Сама себе функция append, она не возвращает никакого значения. Точнее, она возвращает значение none. Поэтому не сработает так. Здесь нужно в явной форме сделать копирование. Тут полезно в связи с этим посмотреть, а почему вот этот код работает. Дело в том, что числа и списки имеют разную природу. Числа – неизменяемый объект. Что здесь произошло? Здесь я сказал, что у меня переменная a будет указывать на число 10. Потом я сказал, что переменная b будет тоже указывать на число 10. А потом я не пытаюсь модифицировать вот этот объект число 10. Я не пытаюсь сказать, что вот теперь число 10 будет числом 30. Это было бы невозможно. Нельзя. Ну, окей. На самом деле, возможно. В питоне можно переопределять значение чисел, но не делайте так. Но с точки зрения здравого смысла это не должно быть возможно. Нельзя сказать, что число 10 теперь будет числом 30. Можно сказать, что переменная a теперь будет указывать не на число 10, как она раньше указывала, а на другое число. А именно, переменная a теперь будет указывать на число, которое получено как результат выполнения этого архитического выражения. То есть на число 30. Заметьте, что здесь используется оператор присваивания. Вот здесь, когда я сказал mylist.append100, никакого оператора присваивания не использовалось. Я модифицировал. Не просто модифицировал то, куда смотрят эти переменные, какое значение она смотрит. А я модифицировал само значение, модифицировал сам объект, на который эти переменные указывают. И вот это некоторое ключевое и реально очень сложное место в питоне. Вот. Ну хорошо, что-то я вам рассказал про списки и про строки. Кажется, этого должно хватить вам, чтобы сделать домашку первую. Есть ли какие-нибудь вопросы еще? Да, у меня вопросы по последним задачам из домашки. А там можно использовать иф или тоже нельзя, потому что там условия не написаны? Нет, нельзя. Хорошо. Ну, то есть я бы сказал, не нужно. Последние задачки. Ну да, не нужно здесь никаких ифов. Это просто на базовую работу со списками. Окей, еще вопросы? Хорошо. Ну что, тогда все на сегодня. Смотрите, если у вас по ходу решения задачек возникают какие-то трудности, не стесняйтесь мне просто писать в слэйке или еще как-то. Проще всего в слэйке. Пишите мне в личку, и я буду вам помогать, если вы видите какое-то непонятное сообщение об ошибке, что угодно. Нет никаких идей, как решать задачу. В общем, не стесняйтесь обращаться за помощью. Я буду всячески вам подсказывать. Вот. Окей. Тогда все на сегодня. До свидания. До следующей недели. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok